Привет всем фанатам биатлона! Мы продолжаем кубок NGL и сегодня нас ждет отборочный тур среди женщин. Четыре масс-старта в южнокорейском Пхенчхане определят, кто из 84 женщин вылетит с кубка NGL, а кто пройдет дальше. Отборочный тур среди мужчин показал, что борьба даже в отборочном раунде может быть невероятно упорной до самого конца. Поэтому мы в предвкушении гонок сейчас кратко посмотрим составы, а после этого будем переходить к самим соревнованиям. Итак, сейчас на ваших экранах участницы сегодняшних четырех масс-стартов. В каждой гонке у нас будет по 21 спортсменке. И здесь фавориты выделены синим цветом, а золотым цветом отмечена победительница прошлого кубка NGL Франциско Пройс. Из каждой гонки лишь по 9 лучших участниц пройдут следующий тур в одну третью финала. И напоминаю, что если вы не смотрели анонс к этому кубку NGL, то переходите по вот этой вот подсказке. Там я объяснял правила и регламент этого турнира. Что ж, составы участниц глянули, давайте теперь будем переходить к гонкам. Но перед тем, как перейдем к самим стартам, я попрошу вас подписаться на наш канал, для того, чтобы не пропускать премьеры кубка NGL, а также других видео и прямых трансляций на нашем канале. Также ставьте лайк этому видео, чтобы поддержать наш турнир кубок NGL Biathlon. Ну а теперь переходим к гонкам. Итак, друзья, женщины, группа А. И здесь мы особое внимание обращаем сразу же на Ханну Эберг, которая стартует под третьим номером. Это одна из наиболее сильных девушек, бегущих в этой группе, и явный претендент на победу. И тем более, что стартует из первой стартовой линии, поэтому очень внимательно за ней следим. Также номер 16 Лиза Тереза Хаузер. Ну и, конечно же, под 13 номером Франциско Пройс, победительница прошлого кубка NGL. Тоже смотрим за ней максимально внимательно, и потому что это главные претендентки на победу. И вот сейчас мы видим, как с первых же метров Ханна Эберг вырывается вперед. Здесь рядышком с Ханной Дарья Блажко и швейцарская спортсменка Гаспарин. И сейчас пилотон начнет потихонечку растягиваться. Из наших девушек здесь бегут Евгения Буртасова в прошлом, Павлова и Анастасия Гореева. Тоже желаем девчонкам удачи и смотрим, как они начинают эту гонку. Ну вот Буртасова сейчас на 10-й позиции, а Франциско Пройс потихоньку начинает выбираться. Ну хотя здесь она не сильно-то выбралась с 13-го места, пока еще вроде как отсиживается. А вот Ханна Эберг стремится вперед, растянуть поскорее пилотон. Но здесь Дарья Блажко из сборной команды Украины, которая со стартовой линии первой тоже стартовала. Сейчас вместе с Ханной является лидером этой гонки. Также будем смотреть за Идой Лиен, которая была отмечена одним из, можно сказать, теневых фаворитов этой группы. Молодая норвежская спортсменка. Анаис Бесконт тоже одна из фавориток этой группы сейчас на 15-м месте бежит. Ну Анаис Бесконт тоже одна из тех спортсменок, которые часто на Кубке Энджел показывают хорошие результаты, поэтому ее точно не стоит списывать со счетов. И вот сейчас посмотрите Франциско Пройс. Вот сейчас начала работать немецкая спортсменка на этой прямой перед огневым рубежом. Бегут девушки у нас в Пхенчхане. Это не самая сложная трасса в игре. Ревьер здесь достаточно простой. И для отборочного тура, я думаю, что трасса как раз-таки вполне годная. Итак, первая стрельба. Обращаем внимание, что Блажко так и осталось на первой позиции. Ханна не смогла ее обогнать. Вот сейчас мажет Буртасова два раза уже. Мажет Блажко. Ханна Элберг чисто стреляет. Там Кручинкина, Елены. Вы посмотрите, какая неудачная стрельба. Четыре промаха у нее. И, конечно, с такой стрельбой будет сложно что-то дальше показать. Пройс промазала, кстати, один раз. Гореева один промах. И у Лиэн тоже промах. И вот сейчас Ханна Элберг. Лидер этой гонки. Но не сказать, что прямо явный лидер. Там в двух секундах она от швейцарской биатлонистки. Франциско Пройс на девятой позиции. Ну, один промах для Франциско я не думаю, что будет большой уж проблемой. Потому что у нее ход достаточно хороший в игре. Но Ханна Элберг, мне кажется, что будет все-таки стараться сделать себе отрыв, чтобы в комфорте проехать круги. Итак, у нас Гаспарин Элиза, Эмма Ландер. Дальше Моника Хойнич, Старега, Бесконт. Тули Томингас из сборной команды Эстонии. Но Пройс там уже обогнала Анну Вайдель, свою сокомандницу. И на восьмое место вышла. Мы будем наблюдать, как лидеры снова отыгрывают свои промахи, похоже. Что мы часто наблюдали в отборочном туре у мужчин. Ну и сейчас Ханна, кстати, быстрее идет своих преследователей. Уже секунду отыграла за одну отсечку. Но Пройс тут мы видим, как в своей золотой майке набирает крейсерский ход. Так, что у нас там российские спортсменки? Гореева 14-я, Буртасова 19-я позиция. Да, пока что не очень хорошее начало. Но это была только первая стрельба. И дальше все может измениться. Как мы знаем, это биатлон. Все здесь может быть. Вот Кручинкина, конечно, Елена неудачна. Кстати, у нас в этой группе произошла замена Кручинкина-Елена. Выступает Ани Ирина Кручинкина. О чем писали, кстати, нам в комментариях. Да, друзья, мы это заметили и исправили ошибку, конечно. То есть Елена в Кубке Мира выступает намного успешнее. Поэтому она принимает участие в Кубке НГЛ. Итак, Ханна Эберг Прома допускает. И с одним промахом сейчас... Ну, кстати, может быть и продолжит лидировать, если никто здесь не попадет. По крайней мере, Элиза Гаспарин с промахом Бескон. С двумя промахами Ландер тоже промахивается. А вот Моника Хойнич Старега сейчас стреляет чисто. Пройс промазала. Хаузер два промаха. Да, у Лизы тоже не очень хорошее начало. Тут еще Блажко, Брорсон и Томингас отстрелялись на ноль. И сейчас шестерки лучших они бегут. Пройс, кстати, девятое место сохранила, несмотря на промах. Буртасова на этот раз на ноль. Кручинкина снова два промаха, к сожалению, да. Но вот замену мы сделали, да. Но вот, к сожалению, она, похоже, не оправдалась, потому что стрельба не получается у белорусской спортсменки. Так, Ханна Эберг, кстати, уже лидер. Я не заметил, после стрельбы была ли она лидером, или там Моника Хойнич была лидером. Но в любом случае Шведка продолжает эту гонку, в этой гонке сейчас задавать темп. Так, Пройс у нас уже седьмая и снова рвется в бой. Посмотрите, у нее два промаха уже в этой гонке. И она продолжает атаковать лидирующие позиции. Буртасова сейчас пятнадцатая, Гореева восемнадцатая. Ну да, после второго рубежа не особо улучшилась ситуация у российских девушек. Но вот, кстати, у Дарьи Блажко и сборной команды Украины довольно неплохо получается эту гонку проходить. Посмотрим, что будет после стойки. Бесконт, кстати, сейчас в зоне вылета находится, на одиннадцатом месте идет. И это необычная ситуация для французской спортсменки. Ну а здесь мы наблюдаем Элизу Гаспарин и Дарью Блажко, которые преследуют Ханну Эберг. Здесь Мона Брорсон из сборной команды Швейцы и Франциско Пройс. Вот посмотрите, как немка сейчас активно просто на этом участке обгоняет всех. И уже мы на третьем круге вот это наблюдаем, эти обгоны перед огневым рубежом. А Ханна уже на третьем огневом рубеже. И сейчас посмотрим, удастся ли ей справиться со стрельбой и сохранить лидерство. Но вот тут один промах уже есть. Два промаха Ханна. Ну да, это явно много. Больше, чем она могла себе позволить. А вот польская биатлонистка Моника Хойнич-Старега закрывает все мишени. И сейчас будет лидером точно уже. И не получится у шведки так легко ее догнать, как в прошлый раз. Гаспарин и Лиза тоже мажут. Блажко два промаха. Пройс три промаха. Вы посмотрите, снова, снова мы видим эту ситуацию, что лидеры допускают кучу промахов и дают шанс более слабым ходом спортсменам, но стреляющим более чисто пройти дальше. И вот сейчас проезд даже не видно в 14 лучше. Кстати, Буртасова чуть-чуть подтянулась на 10 позиции. Может побороться за выход в следующий тур. Но Моника Хойнич-Старега, спортсменка из сборной Польши, сейчас достаточно комфортно себя чувствует. Восьмисекундное преимущество у нее над шведскими биатлонистками. Там Брорсон и Оберг. И вот Идалиен, как мы говорили в начале гонки, что стоит на нее обратить внимание, четвертую позицию сейчас занимает. Дальше, кстати, Томингас неплохо гонку проводит спортсменка из сборной команды Эстонии. Идет на пятом месте. Но мы наблюдаем на Пройс, которая на пятнадцатом месте сейчас бьется, просто бьется за попаданием в следующую стадию турнира. Но еще есть одна стрельба и есть у нее шанс еще пройти, поэтому со счетовки будем списывать все-таки очень хороший у нее ход. Так, здесь шведки, преследующие польскую спортсменку, но Моника Хойнич пока что далековато. И посмотрите, вот как Ханна обгоняет свою вся командницу. И здесь, конечно, мы видим большое довольно-таки преимущество ходом. Вот на этом участке, да, наиболее быстрые спортсменки стараются обгонять своих соперниц. Итак, Моника Хойнич-Старега подходит к последней, заключительной стрельбе в этой гонке. И смотрим, получится ли у нее удержать хорошее преимущество. Ну и вот сразу же промах, да. И два промаха, ну теперь уже вряд ли, конечно. Три промаха, все. Три промаха это все, это точно уже не подиум. Итак, Ханна Оберг. Чисто стреляет Ханной, чисто стреляет Моно Брорсом. Вот это выступление от сборной команды Швеции. Вы посмотрите, как шведки начинают этот турнир. Лиэн. Лиэн с одним промахом. Томингос тоже один раз промазала. Гаспарин и Лиза 2, Бесконт 1. Буртасова чисто. Вот это, вот это да. Посмотрите. Евгения Буртасова. А побороться здесь может быть Сида и Лиэн. Чистой стрельбой, последний рубеж. И ведь в начале гонки-то совсем ничего не получалось у российских девушек. А теперь вы посмотрите. Чуть-чуть до подиума не хватает. Но там, наверное, мне кажется, что у Лиэн все-таки характеристики получше. А Пройс-то на 15 месте все еще. Но здесь, посмотрите, вот эту толпу спортсменок, если она обгонит сейчас на последнем круге, то может, мне кажется, пройти в следующий тур. Есть еще у нее шанс. Так, Ханна здесь уже убежала от Моны Брорсен. 2,5 секунды ей везет. Ну и, конечно, Ханна Эберг у нас всю гонку, можно сказать, была в фокусе камеры. Да, и так на протяжении всей гонки с самого начала и до конца она остается в лидерах. Лиэн на третьем месте. Ну нет, за Пройтасова, конечно, не поборется. Но все равно, молодец, Евгения. Четвертое место. Это очень неплохой результат для старта этого турнира. Моника Хойнич. Кстати, несмотря на свои три промаха на последнем рубеже, сохраняет пятую позицию и точно уже пройдет дальше. Ну что ж, Ханну мы поздравляем. Это у нее неплохая вполне гонка была. Конечно, не идеальная стрельба. Но этого хватило, чтобы победить в этой отборочной группе. Мона Брорсон, да, вот так вот шведки. Очень здорово выступили в этом отборочном раунде. И далее на третьем месте. И Евгения Буртасова. Четвертая позиция. Очень здорово. Поздравляем. Дальше Моника Хойнич. Шестая она из Бесконт. У Бесконт все-таки получилось выступить хорошо. И проезд, вы посмотрите, что здесь сотворило. Господи, она обогнала всех этих спортсменок, которые перед ней были. И на девятую строчку все-таки прошла. Это можно сравнить, как Панселома бежал у мужчин. У него точно такая же была ситуация. Куча промахов. Но благодаря хорошему ходу прошло. Вот сейчас немка тоже это чудо некое сотворила. Итак, Ханна Эберг, Мона Брорсон и Ида Лиен. Вот такая вот у нас тройка лидеров этой отборочной группы. Также в следующий тур проходит Евгения Буртасова, Моника Хойнич-Старига, Анаис Бесконт, Тули Томингас, Лена Хекки и Франциско Пройс. А остальные спортсменки покидают кубок НГЛ. Смотрим ход. И здесь лучший ход у шведки. Но это, в принципе, ожидаемо. Франциско Пройс чуть-чуть уступила. Лиза Тереза Хаузер, кстати, у нас не прошла дальше. Вы посмотрите. Она проиграла ходом совсем немножко. Но стрельба была у нее очень плохая для ее уровня. И, соответственно, Лиза вылетает с этого турнира. Вот это, друзья, сенсация. Ведь это одна из фавориток. Ну, а мы переходим к следующей отборочной группе. Группа Б. И здесь, в первых же стартовых рядах, мы наблюдаем достаточно сильных спортсменок. Таких, как номер один, это Анна Соло из Беларуси. У нее очень неплохой ход, но со стрельбой бывают некоторые сложности. Марта Улсберойсланд номер 4. Ну, эту спортсменку можно даже не представлять. Я думаю, все знают, насколько она сильна. Маркета Давидова номер 16. Это тоже очень сильная биатлонистка. И надеемся, что в этот раз она тоже, как и в прошлом кубке НГЛ, покажет неплохой результат. Также из российских девушек в этой группе бегут Ирина Казакевич и Лариса Куклина. За ними тоже будем внимательно следить. У Буртасовой удалось в прошлой группе пройти следующий тур. Гореевой не получилось, к сожалению, гонка. Но вот достаточно много участницей сборной команды России. И поэтому шансы у сборной неплохие в целом. Анаис Шевалье Буше также в этой гонке бежит в качестве фаворита из сборной команды Франции. Анаис Бесконт в прошлой группе уже неплохо пробежала. Сейчас Анаис Шевалье Буше может эту традицию поддержать. И, кстати, Хлое Шевалье тоже в этой гонке присутствует. Французские девушки по традиции у нас достаточно сильны. Итак, у нас сейчас Анна Соло лидер этой гонки. Но она стартовала под первым номером. И Марты Узби Ройсланд ее преследует. В принципе, все так, как и должно быть. Байба Бендика, кстати, тоже бежит. Достаточно быстрая спортсменка. Будем тоже за ней следить. Джоанна Скоттхейм из сборной команды Швеции здесь присутствует. Ну и сейчас Куклина на 11 позиции находится. А Ирина Казакевич там чуть поближе. Но вот Маркета Давидова начинает тоже выбираться с 16-го стартового номера. Сейчас обгоняет своих соперниц. В данном случае свою сокоманницу Джессику Джислову, которая также бежит в этой отборочной группе. А здесь Анна Соло и Марты Узби Ройсланд оторвались чуть-чуть от всех остальных. И лидерами подходят к первой стрельбе. И вот сейчас будет интересно. Ройсланд, конечно, и ходом хороша, и стрельбой. То есть Соло не сказать, что в стрельбе это стабильно. Но посмотрим. Всякое может получиться. И вот сейчас обе, кстати, промахнулись. Хаммершмидт промахнулась. Джислово промах. Так, Шевалье, которая Хлоя. Один промах допускает. И лидером у нас сейчас будет американка Клэр Игон. Вот так вот. На втором месте Байба Бендика. На третьем месте Джоанна Скоттхейм. Шевалье Буше. Казакевич, кстати, на пятой позиции сейчас. И там за ней Маркета Давидова. Соло с Ройсланд восьмую и девятую позицию занимают. Ну, в принципе, не сильно на них промах сказался. Они сделали вот этот небольшой отрывчик в начале гонки. И обеспечили себе, в общем-то, комфортное прохождение штрафного круга. И сейчас, естественно, начнут свое вот это вот отставание ликвидировать. Но Игон по-прежнему держится на первой позиции. Она там из первого ряда, кстати, стартовала. Вот небольшое преимущество за счет этого еще у нее было. Так, мы здесь смотрим еще за российскими биатлонистками. Куклина на девятой позиции. Но тоже, в принципе, достаточно близко. Я не помню, был ли промах у Ларисы на первом рубеже. Но здесь она недалеко, в принципе, находится. Но вот сейчас, посмотрите, Ройсланд опережает Ирину Казакевич. И здесь же Анна Соло уже. Ходом они побыстрее, чем Ирина. Но Маркета там уже на третьей, по-моему, позиции. Вот так вот. Спортсменка из сборной команды Чехии. Посмотрите, неплохое начало этой гонки. И стрельба на ноль на первом же рубеже. И вот сейчас она все-таки выбивается в лидирующую группу. Довольно долго она там на старте выбиралась с 16-го места. Но сейчас мчится перед трибунами на трассе в Корее. Подъезжают спортсменки ко второму окневому рубежу. В принципе, пелотон не так уж и сильно растянулся. Здесь достаточно плотная такая группа. И нету явного лидера. Но вот Бенедика чуть-чуть, чуть-чуть оторвалась. Тут буквально на полсекунды от остальных. А там дальше Ройсланд уже подкатилась. Несмотря на свой штрафной круг. И Соло там же. Смотрим, кто как сейчас отстреляет. Промах Шеволье Буше. Два промаха Шеволье Буше. Промах Бенедика. Давидова чисто, Иган чисто. Ройсланд, Соло, Скоттхейм, Казакевич. Все попали. Паулина Фиалкова, кстати, тоже здесь. Куплена промазала один раз. И Ройсланд с Давидовой сейчас лидируют в этой гонке. Кстати, вот американка Клэр Иган все держится в лидерах. Обратим внимание, достаточно быстро стреляла. И главное, что точно. Ну и Казакевич здесь недалеко, на шестом месте. Это нас тоже радует. Бендика седьмая. С промахом. Латвийская спортсменка. Шеволье Буше и Хлои Шеволье сейчас на 11-12 позиции бегут вместе. Ну и Ройсланд с Давидовой сейчас, возможно, будут отрываться. Потому что характеристики ходовые у них очень-очень неплохие. И я думаю, что наиболее сильные, конечно, спортсменки именно ходом в этой группе. Ханна Соло сейчас четвертая идет. Ну и Казакевич по-прежнему шестая. Здесь Лариса Куклина, 13-е место. Промах у нее был на втором рубеже. Ну и, возможно, на первом был. Я не успел посмотреть. Ройсланд. Кстати, Ройсланд отрывается от Маркеты. Посмотрите, у нее ходом характеристики не сказать, что прямо сильно лучше, чем у Маркеты. Но вот здесь мы видим, что это свою роль играет. Но Анна Соло опережает сейчас американку Клэр Иган и выходит на третье место. И здесь уже такая группа лидеров у нас явная начинает выделяться после второго огневого рубежа. И Марте Узбе Ройсланд задает темп этой гонки и ведет всех к третьей стрельбе, к первой стойке. Будем сейчас смотреть. Маркета, конечно, не очень стабильна в стрельбе. И это может ей помешать. Это обычно ей мешало на кубках НЖЛ. Но напомню, что Маркета как раз является призером прошлого кубка НЖЛ 2020. Промах Давидова. Ройсланд чисто. Так, там мажет Казакевич. Три промаха. Ирина, ну как же так. Да, три раза промахнулась российская спортсменка. Иган один промах допустила. А здесь дальше никто там попасть не может. Тут Фиалкова Паулина сейчас отстрелялась. Но там Маркета уже должна выбегать. Да, нет, там Иган. Дальше Фиалкова. И вот только сейчас Маркета Давидова. 16,9 проигрывает на пятом месте. Но в принципе, вот опять мы наблюдаем ситуацию, да, как у мужчин в отборочном туре, что после стрельбы очень сильно растягиваются и большие отставания становятся у спортсменок. Там Ройсланд сейчас себя очень комфортно, я думаю, чувствует. У него 5-секундная преимущественно над Солой. Ну, а Куклина, по-моему, даже сейчас Казакевич обгоняет из-за промахов, из-за трех промахов Ирины. Не получилось совершенно стойко у российской биатлонистки и откинула себя сама назад. А ведь были неплохие шансы пройти дальше. Но они сейчас остаются, в принципе. Нужно смотреть, как пройдет четвертая стрельба. Маркета. Маркета, вы посмотрите, как сейчас рвется. Рвется, обгоняет здесь Солу. Ой, точнее, не Солу, а Иган, конечно же. Солу там впереди. Фиалкову обогнала Маркета и Американку. Здесь и Бендика. Там Джоана Скоттхейм из сборной команды Швеции. И Лависа Куклина. Куклина замыкает девятку сильнейших. Казакевич 11-я. Но здесь прямо они неподалеку друг от друга находятся. И сохраняют, сохраняют шансы попасть в следующий отборочный тур. Все решит, конечно же, вот вторая стойка. Которую сейчас уже будет стрелять норвежка. Очень уверенно лидирующая в этой гонке. Промах. Тем не менее, сразу допускает. Два промаха допускает. Но Марте это, конечно, было уже лишнее. Соло. Если попадет, то будет лидером. Но нет, не попадает. И вот сейчас большой вопрос. Кто же выйдет первым со штрафных кругов Маркета. Смотрим. Маркета стреляет чисто. Вот так вот. И сейчас будет ли у нас борьба на финишном круге. Но здесь похоже, что все-таки Марте Ройсланд убежит уверенным лидером. Да, полторы секунды. Четыре с половиной от Маркета. А там Казакевич мажет, к сожалению. Куклина. Два промаха допускает. Да, и Казакевич два промаха допускает. И вряд ли уже пройдут российские девушки дальше в следующий тур. Там Марин Хаммершмитт стрелялась чистой. Вот она сейчас на четвертой позиции выходит. 22 секунды отставания у нее, кстати, от Марта Ройсланд. Дальше Шевалье Буше, Фиалкова Паулина, Джоана Скоттхейм, Клэр Иган и Байба Бендика. Но вот такие вот у нас сейчас люди проходят в следующий тур пока что. Там Казакевич десятая, но Бендика уже вряд ли ей удастся догнать. Ройсланд, понятно, сейчас явный лидер и, скорее всего, победит в этой гонке. Уже практически точно, хотя Соло там вот неподалеку. И смотрите, полторы секунды так и остались между ними. Маркета чуть помедленнее идет, чем Норвежка. Но уже третье место себе точно обеспечила. Там сзади просто огромнейший провал в виде 20 секунд отставания. И здесь Моренхаммер Шмидт, но с ней бьется она и с Шевалье Буше. Но вот не зря мы французскую биатлонистку называли фаворитом этой группы. Все-таки на четвертое место она набегала и настреляла в этой гонке. А здесь бьются Джона Скоттхейм и Клэр Иган. Байба Мендика там недалеко. Ну, а здесь Казакевич, Клина, 10-11 место. Ну, вот чуть-чуть не хватило, да. Не хватило, нужно было точнее стрелять. Что здесь еще скажешь? Кстати, у нас спортсменки финишировали уже, да. Ройсланд, Соло и Давидова. Такая у нас тройка сильнейших. Ройсланд там еще чуть-чуть оторвалась. И вы посмотрите, как Шевалье Буше разобралась просто на финише. Разобралась на финише с Хаммершмидт, которая едва-едва удержала лидерство перед Фиалковой. И все, девятка сильнейших у нас сформирована уже. Скоттхейм, Бендика и Казакевич сейчас на 10-м месте приезжают. А Куклина, кстати, проигрывает там на финише еще Аити Гаспарин. Да, не удержала 11-е место. И, к сожалению, и Казакевич, и Куклина вылетают с Кубка. Да, вот так вот. Хотя казалось, что вроде бы шансы неплохие для прохода в следующий раунд. Здесь Ирина Петренко финиширует из сборной команды Украины. И еще одна украинская спортсменка. Так, вот эта Ирина Петренко. Там была Анастасия Меркушина. Две украинки финишировали. И сейчас мы посмотрим финишный протокол. Итак, Марты Улсбю, Ройсланд, Хаанна Соло и Маркета Давидова. Такая у нас тройка сильнейших в этой отборочной группе. Также в следующий тур проходит Анаис Шевалье Буше, Марен Хаммершмидт, Паулина Фиалкова, Клэр Иган, Джоанна Скоттхейм и Байба Бендика. Остальные спортсменки покидают Кубок НГЛ. Посмотрим статистику. И здесь у норвежки, конечно же, лучший ход. Но мы это и видели по ходу гонки. Это было понятно. Анна Соло показала второй ход. У нее 7 секунд отставания от Марты. Маркета на третьем месте. Кстати, 10 секунд целых проиграла Маркета. Это довольно много. Шевалье Буше на четвертой позиции. Но здесь, в принципе, лидеры оправдали свои ожидания. Ну, а мы переходим к третьей отборочной группе. Группа С, друзья. И посмотрите, под номером 1 здесь выступает Тириль Экхов. Самая сильная спортсменка из имеющихся в игре. И в целом на Кубке мира мы видели, какой у нее ход. Это просто что-то с чем-то. И сейчас она вот с первой стартовой линии сразу, наверное, начнет задавать темп этой гонки. Здесь же бежит под шестым номером Эльвира Эберг. Седьмая Джулия Симон. Светлана Миронова здесь выступает. Будем желать ей удачи справляться с этими быстроногими девушками, которые, конечно же, будут биться очень серьезно. И не сказать, что здесь вот лидеры кодом очень стабильны в стрельбе. Что Тириль Экхов, что Эльвира Эберг, что и Джулия Симон могут намазать очень много. Ну и Светлана Миронова, естественно, тоже особой точностью не отличалась в прошлом сезоне. Также в этой группе бежит Динара Олимбекова. Очень сильная спортсменка из сборной команды Беларуси. Будем за ней внимательно наблюдать. Но вот она стартует, кстати, стартовала под 16-м, по-моему, номером. Далековато. Придется выбираться первые круги. Но мы видели, что для сильных спортсменов это не очень большая проблема. Что для Латыпова в отборочном туре. Он вообще с 21-го места выбирался. Ну а сейчас Светлана Миронова. Будем, конечно, желать ей удачи. Вот в прошлом кубке НЖЛ не получилось у нее в финал попасть. Там прям вот борьба была на финише у нее за попадание в финал. И будем надеяться, что сейчас задача минимум, по крайней мере, отобраться. Вот самая насущная локальная задача. Ну а здесь, конечно, ожидаем Тирель Экков и Эльвира Эберг. Лидеры хода начинают так. Эльвира, аккуратней, аккуратней. Чуть не упала. И там, кстати, Джулия Симон тоже от скорости, видимо, заносит спортсменок. А Миронова, посмотрите, очень неплохо. То, что сейчас позицию заняла в начале этой гонки. И довольно близко здесь к лидерам. Там Милена Тодорова из сборной команды Болгарии тоже бежит. Она стартовала из ближнего стартового ряда. И сейчас довольно близко к лидерской группе. Итак, первая стрельба. Экков, Оберг и остальные. Промах Эльвира. Промах Хорватова. Тодорова. Симон. Так, Хорватова два промаха. Симон три промаха допускает. Сразу же Экков чистый. Будет лидером, это понятно. Олимбекова чисто. Миронова с одним промахом. Сейчас быстренько круг должна пробежать. В принципе, многие промазали. И один промах это еще не так уж и плохо должно быть. Экков, Олимбекова, Персон, Оберг, Эльвира, Микела Карара. Кстати, из сборной команды Италии. Селия Айманье из сборной команды Франции. Тоже обращаю внимание на эту спортсменку. У француженки очень сильный состав. И каждая из них может претендовать на медали. По крайней мере, в отборочном туре. Итак, Экков уже с очень уверенным преимуществом. 8 секунд от Олимбековой. И за Олимбековой две шведки. И здесь мы понимаем, что Эльвира Оберг, конечно, ходом будет сейчас напрягать всех остальных. Тянутся за Тирель Экков. Миронова 10-я сейчас. Но, конечно, преимущество норвежки ходом неоспоримо над всеми. И, скорее всего, в статистике мы это и увидим. Но вот Олимбекова сейчас, да, потихонечку проигрывает Олимбекова. А здесь шведки опережают селью Айманье. Миронова, кстати, на 7-й позиции уже. Неплохо проходит сейчас вот этот второй круг. И, в принципе, ну, один промах в начале этой гонки это немного. Главное, дальше не намазать, как, например, Джулия Симон, которая сейчас 18-е место занимает. Лизави Тотци, кстати, в этой гонке тоже бежит. 17-я позиция тоже, видимо, у нее там было довольно много промахов. Галина Вишневская сейчас на 19-м месте. Идет эта на минуточку победительница самого первого кубка НЖЛ 2019 года. Но вот в прошлом у нее, в прошлом кубке, по-моему, не получилось пробиться через одну третью финала. Посмотрим, сейчас сможет ли отобраться туда. Экков стреляет уже второй рубеж. Промах допускает все-таки последним выстрелом. Только я хотел сказать, что чистая стрельба и уже безоговорочное оригинство, но нет. А Лимбекова попадает тем временем. Лин Персон попадает. Айманье три промаха. Ну и что-то француженки опять расклеились со стрельбой. Миронова промах допускает. Снова один. Оберг Эльвира. Снова, так, сейчас стреляет чисто. И на четвертом месте. На четвертом месте довольно медленно, кстати, стреляла Эльвира Оберг. Дальше Мириана Тодорова. На шестом месте Ванесса Хинц. И вот седьмая Миронова. Выходит за ней Юлия Джима. Сейчас россиянка с украинкой постараются удержаться. В девятке сильнейших, я думаю. Нужно стараться, конечно же, чтобы пройти следующий тур. Но Экхов немножко свое преимущество уменьшила. Сейчас 2,5 секунды составляет отрыв от Олимбековой. Но я думаю, что это для норвежки не очень большая проблема. Главное не намазать много. Вот главная задача, главная цель для Тирель Экхов. Здесь, в принципе, ходом у нее не так много уж конкуренток. Ну а Динара, мы видим, еще одну секундочку проиграла. Но в целом стабильная стрельба и достаточно хорошо гонку проводит. Лин Персон с Эльвирой Эберг тоже все время в лидерах. И шведки вообще очень сильны на этом турнире. Мы это уже видели по первой гонке отборочного тура, где Ханна Эберг и Моно Брорсон взяли золотую и серебряную медаль. Так, Миронова седьмая. Миронова седьмая сейчас в погоне за Ванессой Хинц. Так, Симон, кстати, на пятнадцатом месте идет. Да, и вот если Джулия Симон не попадет в девять лучших, это, конечно, будет сенсация. Но хотя, с другой стороны, вот именно Джулия Симон очень часто допускает по многу промахов. Поэтому это ей может помешать очень серьезно. Так, третий огневой рубеж. Тирелеков, Динара Олимбекова. Экхов мажет снова. Экхов мажет два раза. И вот сейчас ее позиции пошатнутся или нет? Олимбекова тоже мажет. Персон тоже мажет. И Эльвир Эберг два промаха. Вот так вот. Видимо, не пошатнутся все-таки позиции Тирелеков. Это Дорова мажет и Хинц. Дорова два промаха допускает. И Миронова стреляет чисто. Ну, наконец-то, Света. Ну, сейчас-то, сейчас-то можно попадаться с лучшими девушками этой группы. Да, четвертая Миронова. Вот так вот. Очень неплохо сейчас. Ситуация складывается для Светланы. Там ноги промазали. Соперницы дают шанс, которым нужно пользоваться. Эльвира Олимбеков пятая. Кстати, Йоханна Талихарм из сборной команды Эстонии на восьмом месте идет и сохраняет шансы пробиться дальше. Ну, а здесь Экхов с Олимбековой продолжают лидировать. И Экхов снова будет убегать. Снова будет убегать, несмотря на свои штрафные круги. Уже, получается, многочисленные. Эльвира Оберг в погоне сейчас за Светланой Мироновой. Но Миронова это точно не девочка для битья. И в плане лыжного хода точно может посоперничать. Я думаю, что если не с Тирель Экхов, то с Эльвирой Оберг может вполне посоревноваться. А здесь Динара Олимбекова в принципе держится пока что за норвежкой. Но мы понимаем, что темп у Тирель очень высокий. И очень тяжело его кому-либо здесь выдержать. Лин Персон тем временем, не являясь даже теневым фаворитом этой группы, сохраняет сейчас третью позицию и довольно неплохо, довольно уверенно он не держится. Тодорова девятая замыкает группу, которая проходит дальше. Следующий тур. Джулия Симон 12 место. И потихоньку вроде бы подбирается. Вроде бы подбирается к зоне прохода, но все-таки не хватает пока что. Но у нас тем временем уже на четвертой стрельбе. На четвертой стрельбе Тирель Экхов и Динара Олимбекова. И здесь же Лин Персон. Постепенно остальные тоже подтягиваются. Здесь Миронова. И промах снова у Экхов. Да, стрельба конечно у Кириль. Не получается. Два промаха. Два промаха Экхов. И Олимбекова попадает. Вот так вот. Но теперь-то точно пошатнутся позиции норвежки уже наверняка. И вряд ли ей удастся отыграть эти два промаха у Олимбековой. Миронова чисто. Вот это да. Вот это да, друзья. Неожиданно. Стойка чистая у Светланы. После двух промахов на Лешке. На втором месте даже идет Света. Вот это да. Здесь Лин Персон третья. Но за ней Тирель Экхов выскакивает. И сейчас у Шведки конечно. Я думаю, что не самые лучшие шансы для того, чтобы эту бронзу сохранить. Так, Джима на пятом месте. Там дальше Эльвира Эберг. Тоже много намазала. 23,5 секунды. И Симон. Посмотрите. Симон-то чисто отстрелялась. И на седьмом месте сейчас идет. Вот то, про что я говорил. Что француженка все-таки ходом-то очень хороша. И там у нее три промаха было на первом огневом рубеже. Но вот сейчас она благодаря, видимо, дальше немного мазала. Раз сейчас на седьмом месте. Выбирается из глубочайшей ямы. Выбирается в зону прохода. И тут ходом, конечно, у нее хорошие шансы. Эко. Посмотрите, с какой легкостью просто обходит шведскую пиатлонистку из подиума. Подиума ее, конечно, лишает. Это мы сейчас видим. Но Динара Олимпекова уже можно поздравить с победой. Потому что там Светлана Миронова в 7 секундах. Кстати, Миронова бы сейчас Эко бы не проиграть. Потому что там буквально между ними 3 секундочки. Поздравляем, Беларусь. Очень яркая победа, я бы так сказал. Потому что Тирелеков лидировала почти всю гонку. Ну и Светлана Миронова, конечно, достойная, очень достойное выступление. И подиум серебряная медаль. Но Тирелеков все-таки третье место, несмотря на кучу промахов. Тирелеков занимает и берет медаль. Ход, конечно, невероятный у норвежки. Персон четвертая. Джима, кстати, на пятом месте. Да, вот Украина у нас как-то потерялась. По крайней мере, среди женщин. Но вот Юлия Джима проходит следующий тур. Эльвир Эбрек шестая. И Джулия Симон седьмое место занимает. Так, это у нас Янина Хеттик, по-моему, на восьмой позиции едет. Нет, Ванесса Хинс, прошу прощения. Это у нас еще одна французская биатлонистка Селия Айманье. Да, вот француженки все-таки прошли. Прошли дальше, которые были в этой группе. Вишневская не прошла следующий тур. Тринадцатое место. Ну и там у нее промахи были, я видел. Поэтому без шансов у нее в этот раз. Йоханна Талихарм все-таки не додержала. Видимо, много промахнулась на последних рубежах. Семнадцатое место. Ну и здесь спортсменки последние доезжают. Сейчас у нас, кстати, Лиза Витоцца, одиннадцатая. Итак, Динара Олимбекова, Светлана Миронова и Тирель Экхов. Такой подиум этой гонки. В следующий тур Кубка НЖЛ также проходят Лин Персон, Юлия Джима, Эльвира Эберг, Джулия Симон, Ванесса Хинс и Селия Айманье. А остальные спортсменки покидают Кубок НЖЛ. Посмотрим статистику. Ну и здесь понятное дело, что Тирель Экхов в первый ход. И вы посмотрите, какое космическое просто преимущество. Пятнадцать секунд проиграла Эльвира Эберг. Семнадцати семьдесятых Динара Олимбекова. Восемнадцать секунд Миронова. Кстати, Миронова Симон ходом обогнала. Вот это очень неплохо. И хорошее начало этого Кубка для Светланы. И подиум хороший, и ход вот такой прям здоровский. Ну а мы переходим к заключительной отборочной группе. Отборочная группа Д, друзья. Которая является заключительной в этом отборочном туре среди женщин. И здесь мы видим в первой стартовой линии таких спортсменов, как Деннис Херман и Стина Нильсон. Обе они хороши ходом. Ну, по крайней мере, Деннис Херман-то точно хороша ходом. А вот Стина Нильсон, ее выступление для нас будет являться некоторой загадкой на данный момент. Под номером 10 Доротея Вирвих стартует. Под номером 21 Ингрид Тандрова. Тут очень сильная норвежка. И долго ей придется выбираться среди этой толпы спортсменов перед ней. Но, опять же, пример Эдуарда Алтыпова показывает, что все возможно. Ну а Херман сразу же, посмотрите, очень активно начинает. И задает темп этой гонки. Это и понятно, что немецкая спортсменка очень быстрая. Вот Стина Нильсон. Конечно, ее выступления в лыжных гонках были очень яркими. Но в биатлоне она пока что себя еще не проявила. И, конечно же, большие сложности в стрельбе. Но самое интересное, что ходом пока что мы не видим преимущества. Вот как обычно говорят, что если лыжница, то обязательно выиграет у биатлонистки. Нет, Стина Нильсон перешла. И ходом мы пока этого преимущества не наблюдаем. Из российских девушек в этой гонке бегут Татьяна Акимова и Ульяна Нигматулина, которая раньше была Кайшевой. И сейчас тоже будем за ними смотреть. Но они, по-моему, где-то из дальних стартовых номеров там стартовали. Вот сейчас Денис Херман. Уже здесь растягивает пилотон. Жестин Бразабу Шекст, из борной команды Франции, бежит. И Ингрид Тандровольд, посмотрите. Это она так быстро, что ли, выбралась. Или это не она была, или это была другая спортсменка из сборной Норвегии. Здесь бегут вообще несколько норвежек. Текла Брюнли, ну и Ингрид Тандровольд. Да, всего две. Мне кажется, что это как раз была вторая, которая стартовала с 21-й позиции. Но посмотрим, если так, то это прям удивительно, что так быстро ей удалось это сделать. Ротейвирер вот только сейчас начинает работать активно, чтобы получить нехорошую позицию перед огневым рубежом. А Денис Херман, посмотрите, отрыв делает. Хоть небольшой, но отрыв здесь буквально секунды-полторы. Но этого задела, как мы видели, может хватить, чтобы быстренько проскочить штрафной круг. И практически его не заметить. Первая стрельба. Промах Камила Жук. Кривко мажет. Так, Тандровольд пока чисто. Херман чисто. Тандровольд один промах. Ленина Хеттик промах. Стивный Нильсон мажет один раз. Вирер чисто. Браза Бушет тоже один раз промазала. Ульяна Нигматулина чисто. Татьяна Кимова тоже чисто. Ну и вот сейчас Херман, Вирер, Нигматулина на третьем месте. Дальше Юлия Швайгер. На пятом месте Мэри Эдер из сборной команды Финляндии. Сюзан Данкли здесь же бежит. И Татьяна Акимова на седьмом месте. В общем, неплохое начало для сборной команды России. Тандровольд девятая. Жустин Браза Бушет тринадцатая сейчас. Ну а Стивный Нильсон там где-то подальше, насколько я понимаю. Вот интересно все-таки посмотреть, какой же результат она покажет в итоге. Итак, Денис Херман очень комфортно себя сейчас чувствует. Вирер проигрывает ей 5,2 секунды. А там Мари Эдер. Посмотрите, атаковала уже. Вот сейчас видно с этого ракурса. Что Финка там демонстрирует хороший лыжный ход. Но здесь мы сейчас наблюдаем Татьяну Акимову. А это у нас Денис Херман. Да, и вот все те же 6 секунд перед Вирера. Там Мари Эдер. Обгоняет Нигматуллину. Но Нигматуллина должна постараться подержаться за Финкой. У Мари Эдер хороший, конечно, лыжный ход, но стрельба обычно хромает. И вот посмотрите, здесь она делает отрывы и от Швайгера и от Нигматуллины, которые ходом явно уступают. Прямо на глаз это видно. Там дальше Акимова и дальше Тандревольд, который Акимова уже опережает. Да, Тандревольд тоже. Вот сейчас прям на глазах видно, что лыжный ход очень хороший у норвежской пиатлонистки. Итак, Херман уже на втором огневом рубеже. Херман тоже, не сказать, что прям очень хороший стрелок. Но, тем не менее, в прошлом сезоне она выступала в стрельбе намного стабильнее, чем раньше. И поэтому сейчас тоже уже никаких поблажек в этом плане. Да, и вот сейчас подтверждает свой уровень. Вибер, кстати, мажет. Один промах у итальянской спортсменки. Тандревольд снова промах. Так, Браза Буше. Браза Буше промахивается еще раз. Так, Эдер чисто, Нигматуллина, Швайгер на ноль отстрелялись. И вот Мари Эдер сейчас на втором месте. Нигматуллина на третьей позиции держится. И здесь же Швайгер и Вирер рядом с ней. Так, дальше у нас Ирэн Кадуриш из сборной команды Швейцарии. Стина Нильсен восьмое место занимает. Ну вот Тандревольд, посмотрите, как они сейчас с Нильсеном. Вот особенно Тандревольд прыть, посмотрите, какая она просто разрывает всех на своем пути. Швейцарку просто не заметила она. А здесь Мари Эдер продолжает гнаться за Херман. Ну здесь я, конечно, некорректно рассказал. Херман продолжает убегать от всех, а Эдер продолжает убегать от Нигматуллины. Вот как-то так, наверное. И Нигматуллина здесь свирер, нужно ей держаться. По крайней мере, стараться держаться свирер, потому что все-таки ход у итальянки неплохой. Ну и начало этой гонки у российской бетонистки тоже вполне себе хорошее. Джулия Швайгер, кстати, из сбора команды Австрии тоже неплохо здесь держится. Понятно, что ходом она не так сильна, как многие девушки здесь. Нильсен 10-я, Броза Буше 8-я, Тандревольд уже 7-я. Быстро отыгрывает норвежка. Интересно посмотреть, кстати, кто лучший ходом будет, Херман или Тандревольд. Прямо вот два явных лидера у нас ногами выделяются. Ленина Хейтик, 17-е место, пока что не очень хорошо. Другая немка выступает в этой гонке. А Херман уже на третьей стрельбе. И промах запускает. Все-таки идеальной гонки не получилось. Ну, хотя, в принципе, она может позволить себе спокойно один промах. У нее там 11-секундное преимущество перед Эдером было. Она сейчас очень быстро пробежит в штрафной круг. Тем более, там ей никто не помешает. Вирр снова мажет. Два раза мажет Вирр. Эдер тоже мажет. Нигматулина чисто. Вот кто будет, похоже, за Херман на втором месте. Тандревольд. Два промаха, что ли. Неужели опять такая плохая стрельба у норвежки? Да, что-то не клеится. Вот у норвежек тоже стрельба в этом отборочном туре. Итак, Нигматулина на втором месте. 8 секунд проигрывает. Бразабуше 3-е. Дальше Эдер. Дальше Швайгер. Жук. Кадуриш. И Вирр 8-я. То на 9-м месте будет сейчас. Никто еще не вышел. Тандревольд. 28 секунд отставания. Ну, пока что в зоне прохода еще в следующий раунд находится. Но на грани, на грани норвежка. Надо, конечно, стрелять точнее. С такой стрельбой в 1-й 3-й финала не пройдет она явно. Потому что, ну, многовато промаха. Хотя мажут многие на самом деле. Соберутся ли спортсмены вообще вот к 1-й 3-й финала? Мне самому интересно. Потому что для меня лично неожиданность. Такая плохая стрельба очень у многих спортсменов. Что у мужчин, что у женщин. Это, конечно, не стрельба вот лидеров, не стрельба фаворитов. Но я не говорю про некоторые исключения. Вот сейчас Денис Херман перед последней стрельбой с хорошей статистикой стрельбы, в принципе, идет. 1 промах – это нормальный уровень для нее. Посмотрим, как последнюю стрельбу еще пройдет. Потому что мы помним примеры Йоханна Садали, который 4 промаха делал на последних рубежах и проваливался. Из-за этого. Так, Танролль 9-я по-прежнему. Ну, а Херман здесь уже снова с 12-секундным преимуществом. Однозначный лидер этой гонки. Соответствует и оправдывает свой рейтинг. И посмотрим, получится ли у нее сейчас сохранить это свое отличное преимущество. 1 промах спокойно может себе позволить. И даже 2, я бы сказал, может позволить. Но при этом стреляет на 0. И поздравляем мы немку с победой. Здесь уже никто ничто и не сможет противопоставить. Нигматулина промах. 2 промаха. Ну, как же так? Ну, Ульяна! Ну, вот было же все так здорово. Браза Буше мажет. Эдер, последний выстрел. Промах тоже. Никто еще чисто не отстрелялся. Сохраняет шансы, в принципе. Вирер, чисто Вирер, стреляет. Да, ну, Нигматулина может пройти дальше. Тандроуд снова промах допускает. На этот раз 1. Итак, Вирер на третьем месте. Дальше Мари Эдер, Джулия Швайгер. И вот Нигматулина на 6-й позиции выходит. Ну, конечно, на подиум шансы потеряны. Так, дальше у нас Ирен Кадуриш из Швейцарии. И Ингрид Тандровольд на 8-й позиции. Все-таки пройдет она дальше. Это уже без сомнений. Янина Хеттик здесь 9-я. Дальше Текла Брюнли. Ну, конечно, вот в этой гонке норвежки не очень хорошо себя проявили. А, кстати, Янина Хеттик. Вот я помню, что говорил. Вот Янина Хеттик на 17-м месте. Идет не то, что Денис Херман на первом. А вот сейчас Янина Хеттик, похоже, пройдет следующий раунд. Выбралась она все-таки из затруднительного положения. Ну, а здесь у Хермана просто космическое 22-секундное преимущество. На двери 25 секунд. Да, и Херман там, наверное, уже финишировал, мне кажется. Здесь просто нам борьбу демонстрируют. Вот Эдер здесь на 4-м месте. Нигматулина, кстати, Джулию Швайгер сейчас обходит и выходит на 5-е место. Херман, да, уже приехала. Поздравляем с победой немку. Почти идеальная гонка. Если бы не один промах, была бы идеальная гонка. Это Жустин Браза Буше. Франция у нас по определению сильная сборная. И все здесь претендуют на высокие места. Поздравляем тоже с Серебром. На 3-м месте у нас Доротея Вир. Ну, тоже неплохое начало. Мари Эдер очень здорово гонку провела, как и Ульяна Нигматулина, которая 5-е место заняла. Но вот у Ульяны, конечно, последний рубеж. Если бы не столько промахов, конечно, было бы 2-е место однозначно. 7-е место Тандроволь. 8-е Ренкадуриш. И вот Енина Хеттик замыкает 9-ку сильнейших тех, кто пройдет следующий раунд. А здесь другая норвежка проигрывает створ. Посмотрите, как польская биатлантистка Камила Жук на 10-е место отыграла. Но, к сожалению, уже дальше не проходит она. И Татьяна Акимова финиширует на 13-м месте. Тоже, к сожалению, уже кубок НГЛ покинет. Но нам радостно, что Ульяна Нигматулина пройдет дальше. Стина Нильсон, 17-я. Да, не получилось с нее гонка. Наверное, было много промахов. Но сейчас посмотрим все по финишному протоколу. Здесь уже буквально последняя спортсменка осталась финишировать. И отборочный тур с этой женщиной у нас завершится. Итак, Деннис Херман, Жусти Берзабу, Шедер, Тея Вирер. Такая у нас тройка лидеров и призеров этой гонки. Мари Эдер, Ульяна Нигматулина, Джулия Швайгер, Ингрид Тандервольд, Ирен Кадуриш и Иина Хеттик также проходят следующий тур кубка НГЛ. А остальные спортсменки его покидают. Ну и смотрим статистику. Здесь Деннис Херман показала лучший ход. Ингрид Тандервольд, кстати, 5 секунд проиграла. Да, вот все-таки Херман была быстрее. Ну и Жусти Берзабу 6 здесь очень неплохо бежала. Тоже на одном уровне с Тандервольд пробежала. Дальше чуть побольше отставания Доротея Вирер плюс 14 секунд. Стина Нильсон 10-й ход. Многовато проиграла, многовато хода. И настреляла тоже будь здоров. Вот сейчас видно там 5 промахов у Стины Нильсон. Ну что ж, друзья, перед вами сводная таблица результатов отборочного тура Кубка НГЛ среди женщин. И здесь синим цветом отмечены те спортсменки, которые проходят следующий тур. Сейчас подведем краткие итоги, а затем из этих спортсменок сформируем составы на 1-3 финала. Поэтому досмотрите это видео до конца. Сразу, конечно, обращает на себя внимание успешное выступление сборной Швеции. У них золото и серебро. И также почти все спортсменки прошли в следующий тур. Но вот в группе Д Швеция сломалась, потому что там Стина Нильсон и Анна Магнусен вылетели. А так в группах А, Б и С все шведки прошли дальше. Норвежки тоже в целом оправдали свое звание фаворитов. Победа Марта Ройсланд, бронза Ида Лиэн и Тирель Экхов. И здесь только Ингрид Тандровольд, наверное, не совсем оправдала свои ожидания. Но, тем не менее, прошла в 1-3 финала. Неплохо выступили белорусские биатлонистки. Динара Олимбекова Золото, Ханна Соло Серебро. Но вот Ирина Кривко и Елена Кручинкина вылетают с Кубка НГЛ. У сборной команды России один подиум. Это Светлана Миронова, серебряная медаль в группе С. Также в следующий тур прошли Ульяна Дигматулина и Евгения Буртасова. Так что будем за ними следить дальше. Ну и также традиционно неплохо выступили сборная команды Германии и Франции. Команды, в которых почти все участницы прошли дальше, кроме Анны Вайдель и Хлои Шевалье. Ну а сейчас из спортсменок, которые отмечены синим цветом, будут сформированы составы на 1-3 финала Кубка НГЛ. Вот такие вот группы, друзья, нас ожидают в 1-3 финала Кубка. И как всегда, чем более высокая стадия турнира, тем более сильные становятся составы и становится более насыщенной, обостренной борьба в каждой группе. Большинство фаворитов отборочного тура оправдали ожидания и прошли дальше. Ну а как мы видим, что многие допускают промахи и поэтому появляется шанс у спортсменов, которые не так сильны ходом, но сильны в стрельбе. Нас ждет очень интересная борьба в 1-3 финала, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк этому видео, если вам понравилась сегодняшняя борьба в отборочном туре среди женщин. Кубок НГЛ 2021 набирает обороты, а с вами были разработчики НГЛ Биатлон. Всем удачи, пока!